Лабутанские школьники предпочитают активно проводить свои осенние каникулы. Более сотни ребят приняли участие в городском турнире по стритболу. К слову, эти соревнования стали муниципальным этапом всероссийских президентских спортивных игр. Соревнования проходили в спортивном зале 14-й пожарной части. Первыми на площадку вышли самые юные спортсмены 12-13 лет. По круговой системе им предстояло определить сильнейших в своей возрастной категории. Согласно правилам, за каждую из команд может выступать максимум 4 человека. Причем на поле должно находиться не более трех. Но не всегда численное преимущество – это залог победы. Это доказали ребята из восьмой школы. Игра была тяжелая очень на двоих. Когда один кроет другого, а второй не может пас передать. Сложно обрежать. Но несмотря на это победили? Да, с счетом 1-0. Стритбол – это разновидность баскетбола. Но есть одно, но очень существенное отличие. Игра ведется в одно кольцо. А это значит, на одной площадке может одновременно вестись две встречи. Это придает соревнованиям дополнительную динамику. А ведь главная цель, которую сегодня ставят перед собой организаторы соревнований – популяризация здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Эти соревнования мы проводим второй год среди школ города. Именно в рамках каникул – это президентские состязания, спортивные игры. Это муниципальные такие, очень хорошие соревнования. Вы представляете, мы с малого возраста уже начинаем этот баскетбол прививать в школах. Стритбол, я думаю, мы будем играть теперь каждый месяц. За пять часов соревнований в них приняли участие 116 учащихся всех школ города. Лучшими среди участников младшей группы стали юноши из первой школы и спортсменки из восьмой. В средней победу одержали представители пятой школы и представительницы третьей. Что касается старшей группы, то здесь абсолютным лидером стала школа номер три. Продолжение следует...